Здравствуйте! Я сегодня хотел бы рассказать о докладе, который происходил в августе 2014 года представителями Unity, которые рассказывали о практической работе 2D анимации. Ссылки на видео доклад и сами файлы будут представлены в комментариях. Чем уникальность этого доклада? Здесь говорится об инверсной канематике, которая делается простым скриптом и существенно облегчает анимацию самого персонажа. Кстати, в этом же докладе еще есть пару любопытных моментов, которые не относятся к самой анимации, но весьма любопытны для начинающих в организации своего проекта. Например, сохранение пропорции экрана в зависимости от разрешения девайса. Очень полезная вещь. И, например, смена, рискининг одежды самого персонажа. Каким образом это может делаться? Например, использовать это в монетизации. Какой-то дополнительный. Значит, здесь рассказано принцип настройки куклы. В самом проекте указана достаточно простая настройка куклы. Всего лишь показано, каким образом можно привязывать и делать инверсную кинематику. Ограничивать углы поворота. Я бы хотел уточнить еще один момент, который может потребоваться, может для начинающих не совсем быть ясным, самой настройки куклы. Или рига, кому как удобно говорить. Дело в том, что в самом проекте, когда вы его просмотрите, скачаете, поставите себе на юнит, чтобы посмотреть, привязки идут от бедра к самой стопе. И, соответственно, когда мы начинаем делать анимацию, если мы захотим двигать саму стопу, то не получается. Для этого нужно сделать дополнительный объект, ввести в иерархию. Дополнительный объект. Создать пустой объект. Вот я его создал. Назвал left. И перенес в иерархию между стопой и ногой, лодыжкой, скажем так. Привязал нашу конечную инверсную кинематику. Если просмотреть все это, вот сам скрипт, который simple. Есть привязка. Это вот само бедро начала. И конец трансформации. Он был указан на стопе. Я сделал, дополнительно ввел между стопой и ногой, как бы, лодыжкой дополнительный объект. Пустой left назвал его. И перевязал инверсную кинематику. Что это дало? Это дало возможность анимировать стопу отдельно. То есть она может вращаться, двигаться, меняться. Независимо от того, как мы берем наш указатель привязки инверсной кинематики. Соответственно, сделал по-быстренькому простую анимацию ходьбы, чтобы можно было показать, что да, действительно, это все работает. И вполне нормально. То есть вот можно видеть, что двигал я за сами указатели инверсной кинематики, вот которые у нас есть привязки. И вращал стопу. Соответственно, ее можно деформировать, вращать, ну все что угодно уже делать. Также можно менять сам спрайт. Ну, допустим, если нам необходимо, чтобы была такая вот, как бы, анимация, настройка деформации и так далее. То есть, что я показывал в предыдущем уроке, как это делается. То есть можно вот таким вот образом все это делать. И, соответственно, посмотреть уроки в интернете по настройке куклы, все то же самое, что и в 3D, и в 2D. То есть работа с инверсной кинематикой, настройка. Единственное, что в 3D чаще всего применяется, что вот это вот бедро делается еще направляющая дополнительная кость, чтобы колено не выворачивалось в трехмерном пространстве. Здесь же вместо этого используются вот ограничители угла поворота. И, соответственно, как бы мы не заводили, ну если уж совсем как-то заведем, может быть нога вывернется. Но, по идее, этого не должно происходить. Вот. В принципе, для начинающего вот такой доступный скрипт будет в помощь, я думаю. Ну и, соответственно, вот она стоит. Я смикшировал две этих простых анимации. Вот так вот. Все двигается, живет. Уходит гораздо меньше времени по настройке анимации, чем методом перекладки без инверсной кинематики. Поворотом, который я указывал в предыдущей уроке. Показывал, как это можно сделать, если делать это совместно с инверсной кинематикой. Я считаю, что необходимость деформации в 2D анимации использования скелета, в принципе, не обязательно. Потому что в некоторых местах, ну, например, вот в бедре, там где-то и так далее, будет достаточно сложно настроить веса так, чтобы деформация происходила нормально. Думаю, вполне достаточно того, что существует. При нормальном обдумывании, как устроена кукла, где что будет поворачиваться, и аккуратности состыковок и мест поворотов, в принципе, можно достичь достаточно замечательных и быстрых результатов. Это, во-первых, нам даст возможность не загружать сам проект, потому что сама анимация станет разнообразней. Ее будет много. Можно сделать достаточно много и разнообразной анимации. Она не будет загружать проект. В принципе, дает вполне приемлемый результат для многих проектов. Но здесь уже вам нужно самим смотреть, что вам интересно. Но самое главное, это все бесплатно. И, в принципе, будет работать практически в любой версии Unity, которая начала поддерживать 2D-анимацию. Все, что я хотел на сегодня сказать. Всего доброго. До новых встреч. До встречи. Продолжение следует...